Решите уравнение. 10 в степени x равно 11 в степени 3 минус x. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Данное уравнение можно решать по-разному. Например, можно прологарифмировать обе части по любому основанию. Или можно перейти к одному основанию с помощью основного логарифмического тождества. Но мы пойдем другим путем и разберем другие два супербыстрых способа. Первый способ. Сразу по определению логарифма запишем показатель степени десятки. То есть если 10 в степени x чему-то равно, то показатель степени будет равен логарифму по основанию 10, то есть десятичному логарифму, от того, чему это равно, то есть от правой части. В результате получаем x будет равен десятичному логарифму от 11 в степени 3 минус x. Выносим показатель степени за знак логарифма. В результате получаем x будет равен 3 минус x умножить на десятичный логарифм числа 11. Раскрываем скобки и все что связано с переменной x переносим в левую часть. В результате получим x плюс x умножить на десятичный логарифм числа 11 будет равен 3 десятичным логарифмам числа 11. x выносим за скобки, в скобках получаем 1 плюс десятичный логарифм 11 и все это равно 3 десятичным логарифмам 11. Находим x, то есть x будет равен 3 десятичных логарифма 11 разделить на 1 плюс десятичный логарифм 11. Единица это десятичный логарифм числа 10. Но тогда в знаменателе мы получим десятичный логарифм произведения 10 и 11. То есть десятичный логарифм 110. Числитель перепишем. То есть окончательно x будет равен 3 логарифмам по основанию 110 числа 11. Ну или тройку можно убрать в степень подлогарифмического выражения. Тогда x будет равен логарифму по основанию 110 от 11 в кубе. То есть от 1331. Переходим ко второму способу решения. Левую часть переписываем. А правую часть, учитывая в показателе степени разность, запишем как частная. То есть 11 в кубе нам нужно будет разделить на 11 в степени x. Умножаем обе части на знаменатель дроби. То есть на 11 в степени x. Получаем 10 в степени x умножить на 11 в степени x. И все это равно 11 в кубе. В левой части мы имеем произведение степеней с одинаковыми показателями. То есть основание степеней мы можем перемножить, а показатель степени переписать. И все это равно 11 в кубе. То есть 110 в степени x равно 1331. Откуда по определению логарифма x будет равен логарифму 1331 по основанию 110? Пишем ответ. Значит, уравнение имеет единственный корень. x должен быть равен логарифму 1331 по основанию 110. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк. И обязательно напишите в комментариях, какой способ для вас оказался наиболее интересным. Кому решение понятно, что явно светится вот этим. Это качество брос берем пирс и покажемος. Продолжение следует...